Девочка-пай Меня зовут Наташа, я из города Красноярска. И сегодня я вам предлагаю связать со мной новогоднего рождественского гнома. Хотя правильно он называется скандинавский гном. Вот такого я накидала быстренько на листочки. Такого размера он мне нужен. У меня есть задумка, куда его пристроить потом, после того, как я его свяжу. Для его создания нам потребуется серая пряжа, это для туловища, красная пряжа, это для колпачка, для варежечек и для ножек. Чуть-чуть совсем бежевая пряжа, это для носика. Ну и для бороды. Можете взять обычную белую пряжу. У меня нашлась вот такая пряжа интересная. Я уже забыла, что она у меня когда-то была куплена. Вот посмотрите сами. Очень похоже на бороду. Пушистая. Так, что еще потребуется? Ну вот вообще скандинавские гномы, они без глаз. У них только носик должен быть. Мне что хочется все равно глазки ему сделать. Я какие-то глазки, наверное, ему все-таки подарю. Так, синтепух. И, конечно же, крючок. Крючок я буду 2,75 использовать. И вязать, скорее всего, буду в две нитки, чтобы мне его связать быстро. Так, возможно, потребуются отметочки. Все, давайте начнем. Вязать гномика мы начнем с основания туловища. Вот с этого места. И пойдем постепенно вверх. Начинаем набор воздушных петель. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вяжу я в две нитки, как я уже сказала. Возвращаемся в первую петельку крючочком. И сразу же в эту петлю набираем 6 столбиков без накида. Провязываем 2, 3, 4, 5 и 6. В первую от начала ряда петлю провязываем 2 столбика без накида. Теперь возьмем нашу отметочку и отметим начало и конец ряда. Чтобы нам потом не отвлекаться, не считать, не высматривать. Все, теперь в каждую петлю предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. Засекла время. Мне интересно, за сколько я свяжу этого гнома. В конце видео озвучу, сколько времени у меня на него ушло. Есть у меня задумка его использовать. Если все получится, обязательно появится еще один мастер-класс. Ссылка на него будет в конце этого видео. Итак, довязали мы до конца ряда. Следующий, третий ряд вяжем так. 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем 2 столбика без накида. В следующую петлю 1 столбик без накида. Вот так чередуем 1-2 до конца ряда. Довязали до конца ряда. Следующий, четвертый ряд вяжем так. 1 столбик без накида. В следующую петлю еще 1 столбик без накида. В третью петельку вяжем 2 столбика без накида. Снова 1 столбик без накида, 1 столбик без накида. В третью петельку 2 столбика без накида в одну петлю. Так мы вяжем до конца ряда. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик без накида, в следующую петельку 1 столбик без накида и в третью 1 столбик без накида. в четвертую петельку вяжем 2 столбика без накида снова 1 столбик без накида 1 столбик еще один и в четвертую петельку вяжем 2 столбика без накида так мы чередуем до конца ряда следующий ряд по кругу у меня будет с прибавками последний вяжем и вот так два столбика без накида в одну петлю следующую петельку один столбик без накида следующую один в третью один столбик без накида и в четвертую один столбик без накида в пятую петлю мы провязываем два столбика без накида снова 1 столбик без накида во вторую петельку один столбик без накида в третью один столбик четвертую один и в пятую петельку провязываем 2 столбика без накида чередует так вяжем до конца ряда навязали основание переставляем наверх меточку чтобы было удобнее и теперь мы вяжем без прибавок 6 рядов то есть просто по кругу без прибавок мы будем вязать 6 рядочков столбиками без накида отсчет рядов мы будем вести вот от этой отметки провязали 6 рядочков начинаем вязать ряд с убавками вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 десятую вытягиваем петельку в 11 вытягиваем петельку на крючке 3 петли провязываем их все вместе снова вяжем 9 столбиков без накида 2 3 4 5 6 7 8 9 десятую и 11 мы провязываем вместе так мы вяжем до конца ряда следующем ряду мы провязываем 8 столбиков без накида а 9 10 петельку провязываем вместе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 мы провязываем вместе так вяжем до конца ряда следующем ряду убавление делаем через каждые 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 петлю мы провязываем вместе так вяжем до конца ряда следующем ряду убавление делаем через 6 петель потом через 5 через 4 через 3 через 2 петельки и до тех пор пока у нас на крючке вокруг не останется всего 2-3 петельки мы их просто закрываем то есть каждый ряд мы делаем убавление через меньшее количество одиночных столбиков перед тем как отверстие станет слишком узким набейте синтепухом вашу формочку все мне осталось всего тут 3-4 петельки я отрезаю хвостик и и вытягиваю ниточку один раз и противоположную петельку все затягиваю все вот такая груш у меня получилось капелька это будет туловище нашего гномика теперь мы будем вязать шапочку шапочку я вяжу красной ниткой две нитки набираем 3 воздушные петли 1 2 3 возвращаемся в первую петельку и провязываем в нее 6 столбиков без накида 1 2 2 3 4 4 5 6 протягиваем хвостик сюда это у нас будет наша отметка начало ряда в первую от начала ряда петлю вяжем один столбик без накида и по кругу мы будем вязать 5 рядов столбиками без накида без всяких прибавок убавок просто столбиками без накида то есть каждый ряд у нас будет из 6 петель состоять ориентируемся на хвостик отсчитываем ряды провязала эту пипку на оконечник шапки отрезала хвостик здесь и поставила на начало ряда отметку чтобы мне было удобнее считать ряды и так теперь в каждом ряду начиная от этой отметки мне нужно будет прибавлять по одной петле как это сделать чтобы шапка не перекосилась на один бок а на втором была вот ровная вяжем в первом ряду от отметки один столбик без накида еще один столбик без накида в третью петельку вяжем два столбика без накида в одну петлю дальше вяжем до конца ряда по одному столбику без накида довязали до конца ряда и теперь вот каждый предыдущий ряд просто смотрите в том месте где у вас идет два столбика без накида из одной петли вот эта галочка вы не доходите две петельки то есть вот между ними петля и еще между перед перед этой галочкой петелька вот в эту петельку перед галочка они в середину галочки вы провязываете каждый раз два столбика без накида и так она у вас будет смещаться по спирали вот это вот прибавка то есть провязали увидели вот она галочка и в правую от нее петли мы провязываем два столбика без накида дальше вяжем по кругу по одному столбику каждую петельку вот довязали рядок смотрим вот она наша галочка вот она справа от нее петля в нее мы провязываем два столбика без накида видите как уже у нас прибавка сместилась она была вот здесь теперь сместилась вот сюда то есть она по кругу по спирали будет прибавляться шапка будет равномерно тоже прибавляться связали два столбика без накида дальше вяжем без прибавок без прибавок до следующей галочки вот так мы будем вязать до тех пор с прибавками одна петля в каждом ряду до тех пор пока у нас диаметр вот этого основания шапки не будет равняться диаметру вот я отсчитаю например раз два три четыре ряда вот до этого места я буду одевать шапку диаметром вот этого ряда туловище гнома то есть когда совпадет я перестану вязать остановлюсь у вас просто может быть другой диаметр здесь поэтому тут ряды сантиметры рассказывать смысла нет вы просто примеряйте шапку на вашего гнома примерно насколько вы ее хотите надеть у нас будет торчать только нос и борода да здесь вот макушка будет заканчиваться примеряйте и до этого до этой поры вяжите свою шапочку с прибавками колпак у меня почти связан видите за счет того что мы делали прибавки по спирали у нас и шапка связалась по спирали такая интересная даже получилось не просто треугольный колпак да скучный интересная такая шапочка вот примерно так это будет выглядеть но теперь я хочу сделать еще кое-что вот тут где я остановилась я сейчас поставлю отметку я бы смогла без отметочки но чтобы вам было нагляднее и от этой отметки сложу колпак вдвое и на противоположной стороне от этого изгиба тоже поставлю отметку и теперь вот как я довязала сюда я делаю дальше не вижу делаю воздушную петлю подъема поворачиваюсь назад и вяжу в обратную сторону столбиками без накида уже без прибавок без всяких просто вяжу в обратную сторону вяжу я до следующей отметки до ряда торчит связала теперь я делаю воздушную петлю подъема поворачиваюсь и еще один рядочек провязываю в обратную сторону эта сторона она будет задняя и за краешки этой стороны сейчас я вам покажу двух сторон мы потом сделаем такие хвостики так последнюю петельку все довязали буду отрезать нитку такой колпачок получилось интересно давайте примерим давайте примерим вкачу непонятно да как будет выглядеть я уже вижу вот откуда будет борода вот здесь будет нос сзади виде колпачок немножко по длине и вот с этих двух углов нашего шлемчика да я сделаю такие вязочки косички с двух сторон так вяжем эти вязочки просто воздушными петельками набираем и столько сколько вам захочется какой длины вам их захочется сделать я свяжу вот такие например все отрезаем ниточку вот так теперь беру и затягиваю узелочек на конце можно еще один узелочек сделали отрезаем чтобы такая небольшая смешная кисточка получилось там мы делаем точно также все смешной колпачок наш готов убираем в сторону продвигаем к нам туловище и будем делать бороду для меня самое сложное это найти в этой пряжи хвостик поэтому я хвостик не буду искать я возьму и вот так делаю чик потом сделаю вот так чик и с противоположной стороны я тоже сделаю чик у меня получились ниточки такие отдельно взятые кусочки примерная длина еще будем подстригать потом эту бороду итак давайте берем значит 1 а можно наверно сразу и 2 брать делаю это первый раз поэтому берем какая-то коротенько по длине и 2 рядышком определяем где у нас будет борода борода у меня наверно начнется со второго ряда вот с двух боков да и со второго ряда 3 и 4 наверное я буду подвязывать примерно на глаз определяю где у меня одна сторона точнее бок вытягиваю пряжу не до конца и теперь вот в эту петельку я беру вот эти свои все хвостики и продеваю их в эту петельку затягиваю и вот так я буду делать каждую петельку наверное по 2 ниточки можно и по 3 я думаю что взять петельку вытянули аккуратненько если у вас простая не пушистая пряжа вот очень гладкая из рук прямо выскальзывает я пыталась как-то из нее вязать либо же пух она называется магазине конечно то что вяжешь получается прям волшебное на ощупь но вязать просто невыносимо но какая-нибудь борода шикарная и так я буду вязать до середины ряда второго потом подниму бороду следующий ряд попривязываю через петельку и третий ряд я попривязываю через петельку что получится увидите чуть попозже только посмотрите ко мне шикарная получилась борода она очень легкая как пух 3 ряда я ее видите подвязала можно еще рядочек было но и решил что хватит и потом подстригу в конце прям как настоящие вот что вышло и даже уже примерила колпачок вот так будет выглядеть так и сейчас я свяжу нос нос и привяжу прямо на бороду вот сюда по центру подошли давайте свяжем нос и так берем бежевую пряжу я буду вязать в две нитки и набираем 3 воздушные петли все как всегда 1 2 и 3 в первую петлю провязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 в первую петельку от начала ряда провязываем столбик без накида и в каждую последующую петельку предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику без накида до забралась довязали до конца вяжем нет неправильно соединительной петелькой закрываем петли давайте-ка примерим нос такой да вполне хватит такого носа все я даже больше ничего не буду делать вполне хватит я отрежу нитку нитку отрежу подлиннее чтобы мне на нее потом пришить этот нос все всего два ряда и нос готов и так прямо вот сюда на бороду посередине вот здесь наверное я пришью нос я пришила буквально на два стежочка теперь я возьму шапочку немножко подновлю и синтепухом чтобы она не такая плоская была набью только вот эту часть серединку совсем немножко пускай она такая кривенькая будет и примере колпачок вот так это где-то будет выглядеть сейчас я сзади и вот здесь по кругу вот здесь подошли и посмотрю примерю глазки буду ли я делать глазки решила я никакие глазки не делать такой прикольно получился и без глазок так чтобы видно целиком его было покажу вот такой прикольный гном у меня уже посетил барбершоп аккуратненько подстригли бороду да теперь принципе он стоит как не валяшка но для устойчивости ему делаю ножки и так вяжем ножку я буду вязать серый пряжи две нитки набираем 3 воздушные петли 1 2 3 первую петлю от начала провязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 в первую от начала ряда петлю я провязываю 2 столбика без накида 1 и 2 в каждую последующую до конца ряда я опять вяжу по 2 столбика без накида и того мне должно получиться 12 петель борода это теперь везде 1 2 1 2 1 2 так каждую петельку предыдущего ряда я буду вязать по одному столбику без накида буду вязать так 3 3 ряда а чтобы мне не ошибиться я вот эту заднюю ниточку хвостик вытяну вот сюда и отсюда начну отсчет то есть теперь я вяжу петля в петлю столбиками без накида 3 ряда связали 3 ряда ниточку пока не обрезаем вот этот хвостик можно обрезать чуть-чуть совсем щепоточку маленькую синтепуха я положу внутрь сильно много не надо игрушка заваливаться будет все и теперь делаем следующее складываем пополам от того места где она закончилась вязание в одну петельку и во вторую продеваем крючок протягиваем нитку и вяжем столбик без накида снова в соседние две петельки через две петельки протягиваем ниточку и делаем столбик без накида следующую и делаем столбик без накида и в последнюю так вот можно еще разочек разочек и соединительной петелькой закрываем по длине оставляем здесь нитку чтобы нам потом на нее же пришить и обрезаем таких ножки нужно две пришиваем их следующим образом одна пойдет вот сюда и вторая вот сюда видите как здорово они сразу придают во первых устойчивости гномику во вторых здорово выглядит пришиваем ножки пришили теперь вяжем ручки варежки сами я буду вязать красным цветом красной ниткой в две нитки а ручки серым начинаем набор 3 воздушных петель 1 2 и 3 в первую петельку провязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 в первую от начала петлю провязываем 2 столбика без накида 1 и в нее же 2 в каждую последующую петельку вяжем 2 столбика без накида до конца ряда 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 все закончили все теперь мы будем вязать по кругу без прибавок так 3 ряда просто вяжем столбиками без накида чтобы нам посчитать 3д я вот сюда вытяну задний хвостик вот отсюда считаем 3 ряда столбиками без накида то есть вяжем практически так же как вязали ножку все по кругу вяжем 3 ряда связали 3 ряда по кругу и соединительным столбиком закрыли все петли ниточку обрезали хвостик спрятали убрали вот этот хвостик мы можем можем обрезать и теперь мы переходим на серую нитку так переходим на серую нитку я буду вязать не как при обычном вязании крепится за две полупетли а буду крепится за заднюю полупетлю сейчас покажу вот за эту вот это остается свободно это для того чтобы переход цвета был не таким резким чтобы не было вот этих полосок при переходе чтобы ровный краешек получился между двумя цветами делаю одну воздушную петлю затягиваю и начинаю вязать столбиками без накида по кругу вяжу серая нитка немного толще чем красная это не страшно первый ряд я вяжу по кругу и креплюсь за заднюю стеночку на заднем полупетлю второе последующие ряды я буду крепиться как при обычном вязании то есть за обе полупетли все довязываем до конца первый ряд так первый ряд связали сразу же переходим на второй то есть крепимся вот за обе полупетли и вяжем столбики без накида вяжем их по кругу пока далеко не ушли рекомендую слегка набить синтепуха варежечку саму ручку вот эту серую серую часть ее не надо набивать но такая плоская должна быть если хотите конечно можете ее толстенькой сделать мне хочется сделать плоской так нитку я заправлю внутрь хвостик но мне никуда потом не денется уже варежечку набила сама все остальное я больше ничего набивать не буду и буду я теперь вязать по кругу серой ниткой столбиками без накида а вот сколько я буду вязать я пока не знаю но вы ориентируйтесь на свой размер какой у вас гномик получился я просто буду прикладывать вот я хочу чтобы у меня одна ручка была вот так и сюда загну туда и держала мешок а вторая просто прямая и я буду ориентироваться до ножки то есть я вот так прикладывать буду и от ножки и до шапочки мне нужно связать вот до суда когда есть сюда свяжу я остановлюсь вы прикладываете на своего гномика вот довязала я ручку почти довязала вот видите как у меня выглядит но последний ряд я сделаю убавки чтобы у меня такое закругление пошло то есть через одну петельку и сделаю бабки целый ряд свяжу один столбик без накида следующие две петельки я свяжу вместе столбиком без накида следующий столбик без накида и следующие две петельки вместе опять столбик без накида следующие две петельки вместе провяжу провяжу так да еще раз получается еще один столбик без накида нитка запуталась и последний раз у бабочка раз два все на этом я просто обрежу нитку обрежу по длине и для того чтобы мне на нее же сразу и пришить эту ручку и аналогичным образом свяжу вторую такую же ручки связаны и теперь я подошли их вот сюда к плечам немножко под бороду и к шапочке и потом после того как свяжу мешок уже придумаю куда у них поднять и загнуть еще подшить вяжем мешок очень просто берем две ниточки ну или одну как вы вяжете красные переворачиваем нашего гном и вспоминаем как мы вязали вот этот круг и вяжем точно такой же круг то есть возвращаемся к началу видео и провязываем вместе со мной вот этот круг основание все основание для мешочка я связала мне хватит и такого если хотите мешочек побольше может побольше основание сделать дальше я буду вязать столбиками без накида по кругу вот буду вязать примерно сантиметров семь восемь наверное вообще вы можете любую высоту мешочка связать какая вам нужно вот такой мешочек у меня получился я уже немного набила синтепухом не до конца совсем чуть-чуть теперь нужно связать цепочку и воздушных петель длиной примерно 25-30 сантиметров для того чтобы нам завязать здесь симпатичный бантик цепочку из воздушных петель цепочку из воздушных петелек я продела прямо через петельки мешка чтобы она не свалилась никуда чтобы синтепух не выпадал и теперь просто завяжу на бантик мешочек с подарками готов итак мой гномик почти готов я сейчас пришлю ему вот за это место заварю шкуручку прямо к пузу прямо поверх бороды и подошью сзади мешок на плечо с правой стороны это еще больше устойчивости ему придаст и получится целая композиция гномик с мешком кстати можно положить вместо синтепуха какой-нибудь подарочек например и подарить близкому человеку итак мой чудной скандинавский гном готов вышел он довольно забавный впереди новый год я непременно придумаю куда не его приспособить для какого дизайна может быть кому-нибудь подарю близкому человеку если вам понравилось связать со мной ставьте палец вверх палец вверх подписывайтесь на канал каждую неделю я стараюсь выкладывать новые видео а пока всем пока пока